Очень много красного в картине. Много охры. Теперь я краску стараюсь уже брать сухо, не разжижаю. Напоминаю, что тройник это разбавитель, плюс масло, плюс лак. И черная. У нас появляется новый цвет черный. Краплак. Черный, розовый. Ой, охра. Картиночка как бы несколько такая шершавенькая по своему исполнению. Эту шершавенькость мы и будем развивать. Теневую я набираю так, чтобы краски было поменьше. То есть поменьше в теневой среде, побольше в световой. Поэтому часть краски, которую я заложил на холст, я буквально собираю кистью. Вытираю в тряпку, собираю с холста. И в этом месте как бы холст чуть-чуть светится. Тот белый холст, на котором мы начали, немного светится. В этом будет культура письма. Еще немножко. И как бы самая выпуклая часть стала вполне белой. Причем она уже была белая. Когда я маслом натер, она немножко подгрязнилась. Какие-то микронедосохшие места ее как бы пригрязнили. И поэтому сейчас малейший белый и она, чашка и блюдце, они становятся в этом месте еще белее. Хотя и этот остался белым вполне. Ну вот такой эффект, чтобы вы о нем знали, что если мы маслом натрем, то все белые места, и так потрем немножко, белые места чуть погаснут. И можно поджечь еще. Ну вот хорошая работа вам в помощь. Действуйте! И я беру тройник и пачкаю весь холст. Согласитесь, после того как холст испачкан, страх как-то пропадает. Красный цвет здесь нам в этой картине ничем не вреден. Берем розовый охру. Ставим пятно губ. Под губы подводим овал лица. От губ до линии волос. От линии волос до макушки. Примерно одинаковые расстояния. Глазные впадины ниже волос. То есть я перечисляю те вещи, которыми пользуюсь для нахождения рисунка. Вот смотрите. Еще не сделал рисунка глаз, да? А только показываю зрачки, торчащие своей темнотой из полумрака глазных впадин. Репина Третьяков не допускал свою закрома, потому что он приходил и дописывал свои картины вечно. И он ему не разрешал дописывать. Остановиться иногда бывает тяжело. Вот. Ну и даже сам по себе портретик такой иметь, мне кажется, приятно. Желаю успеха! Холст у меня среднезернистый, среднезернистый, с тенденцией к мелкому зерну. Эти холсты можно приобрести у моего менеджера Карины. И все эти наши задачи учебные выполнять с предсказуемым качеством. Достаточно смугло и малоразличимо левое вот это пятно, которое находится в тени. И эта тень по некой траектории движется в колокольне. Это не значит, что это облако должно здесь тоже висеть. Потому что угол зрения у воды, то есть мы смотрим и как бы видим немножко вот снизу вверх. Так мы смотрим так, а в отражении мы как бы смотрим на эту снизу вверх. Поэтому у нас другой угол зрения и соответственно мы не видим облаков всерьез. Но только дымку, дымку этого заката. Так, ну и все кажется. Наверное все. И очень хорошо. Вот. Задача уже как бы с некоторой степенью сложности. Желаю удачи вам. По-моему иметь вечерний звон в доме каждому русскому человеку приятно. Наличие коричневого в подкладке, вы видите, ну коричневатого, вы видите, где-то он вымигивает. И таким образом это уже не вырви глаз синий, а с некой сгармонизированностью с остальными цветиками в картине. То есть помидивание в подкладке этого коричневого и в других же местах тоже много коричневого. Поэтому немножко пластилиновый характер укладки. Смотрим, что попадает на середину. На пересечение диагоналей прямо внятно попадает вот эта снеговая линия. А здесь уже начались скалы. Ну, открытая местность на скалах. Вот эту диагональ можно от нее оттолкнуться. Почти в диагональ уходит вот эта линейка. Вот от центра можно отталкиваться в конфигурациях. В целом так. Вот. Я надеюсь, что вот эта вот лепка формы, граненность. Особенно, мне кажется, особенно было интересно вот в этой части картины. Вот как они, эти фактуры, появлялись от наложения сверху. Как мастихин уложил, а потом борозды. Вот это все желательно, чтобы вы прочитали в этой картине и приспособились к этой лепке всего. Потому что лепить практически все надо. Даже массы деревьев, которых здесь нет, они тоже требуют лепкости. Вот мы с вами пожили в атмосфере лепкости. Сюда пришел и кадмий красный, и охра. Это у нас розовая чуть-чуть с синькой в разбиле. Синька это ультрамарин. Опять же, у кого построить внятно не удается, прибегайте к помощи. После некоторых утруждений прибегайте к помощи проектора. Динамику штриха дает. То есть не просто закрашивает, а как бы перемешивает. Мигательно один цвет с другим. Так, ну, в общем-то, наверное, и все. Вот, я думаю, что вам будет интересно поработать с такой моделью исполнения. Почти жижицей краски. Вот. И надеюсь на ваш успех. Все. Немного белил отпустим для плотности краски. Вы видите, сразу плотнее стало. Здесь как бы акварельно, а здесь уже плотнее. Казалось бы, видим зеленый, но кладем подкладку, которая под зеленым. То есть почву. Видим рыжий, а кладем пока сиреневый цвет, как проявление тени. То есть синий, сиреневый. И во многих тенях, в принципе, тоже будет соприсутствовать этот сиреневатый оттенок. И пусть он там вообще появится. К нему подмешается темная зелень и светлая. И все вместе станут как бы уместны и едины. Бирюзовый с желтым дает очень нарядную зелень. Собственно, и нам уже не нужны другие нарядные зеленые. Достаточно иметь бирюзовый. А бирюзовый хороший и с желтым, и с розым, и прочее, прочее. Чуть выше середины светлая дорожка. И здесь хочет к середине устремляется, но не доходит до нее светлая дорожка. Хорошая картиночка получилась. Так приятно на нее смотреть. Чего и вам желаю. Вы видите, от того, что изначально, будучи протонированным, холст был намочен. И вот он несколько все-таки влажен. Краска заходит быстро, без сопротивления. Лежачая к холсту кисть работает. Буквально напачкивает. Но есть некоторое движение мазков по траектории вот этого внутреннего, внутреннего содержания. Заметьте, что я делаю не по краю, а расширяю как бы от середины. Потому что расширяя, я еще контролирую ситуацию. А если я по краю проведу, я уже привяжусь к линии. А теперь сяду. Ну, работа для понимания идеи человека в пространстве. Они тут возглавляют. Это все как бы только декорации, поэтому грубовастенько. Вот. Учимся не бояться человека. Учимся не бояться человека. Субтитры создавал DimaTorzok